Украинскому безвизу сегодня год. За это время украинцы пересекли границу со странами Шенгенской зоны около 20 миллионов раз. Из них только полмиллиона с биометрическими паспортами безвиза. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Как оценивают действия безвиза в Брюсселе, расскажет Елена Абрамович. Прежде чем позволить украинцам свободно пересекать границу, Евросоюз перестраховался. Утвердил механизм быстрого приостановления безвиза. В Брюсселе предупредили, будут следить, не нарушают ли украинцы правила, возвращаются ли вовремя. Ведь в стране война и немало европейцев опасались наплыва наших мигрантов. Прошел год и плохих новостей об украинском безвизе в европейском пространстве не было. Конечно, есть определенная критика в вопросах, касающихся реформ. Но речи о нарушении правил пересечения границы нет. Касается это разве что только Грузии. И в этом есть некоторая ирония. Ведь Грузия шла впереди с выполнением условий, раздражаясь, что ее ставят в один ряд с Украиной. А теперь эта маленькая, на первый взгляд, непроблемная страна имеет такие результаты. Грузию критиковали за резкий рост количества тех, кто просил убежища. Швейцария заявляла об увеличении таких заявок на 44%. Жаловались также Германия и Швеция. Но критическим считается рост на 50%. Поэтому пока Грузии ничего не угрожает. Что же касается Украины, в Еврокомиссии насчитали увеличение на 12% задержанных неурегулированных мигрантов. При этом три четверти из них после этого вернулись. Больше внимания в Еврокомиссии советуют обратить на реформы. Мы сделаем новый отчет в конце года. Предыдущий же, за 2017 год, показал хороший прогресс. Но мы до сих пор ждем больше усилий в реформах, касающихся борьбы с коррупцией. И это те показатели, на которые мы будем обращать внимание, формируя отчет в конце года. Еще один важный показатель – количество отказов в пересечении границы ЕС. Их получили только 0,2% украинцев. А это свидетельствует, что наши граждане хорошо поинформированы и подготовили надлежащий пакет документов. Поэтому по итогам первого года потеря без виза Украине не угрожает. Из Брюсселя Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.